На парламентских слушаниях председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Аблкасымова озвучила данные по закредитованности граждан. По ее словам, общий объем кредита физических лиц составляет 18 триллионов тенге, а количество заемщиков более 8 миллионов человек. На фоне снижения реальных доходов и аномальной инфляции казахстанцы все больше берут кредиты в банках, сдают дорогие вещи в ломбарды и оформляют займы в микрофинансовых организациях под огромный процент. Закредитованным считается население, которое тратит до 50% доходов на погашение кредитов. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что число заемщиков с каждым месяцем стабильно растет. При этом львиная доля займов выделена на потребительские цели. Экономисты подтверждают, что подобная тенденция обусловлена крайней необходимостью и низким доходом населения. Общий объем кредитов физлиц составляет астрономические 18 триллионов тенге, а количество заемщиков более 8 миллионов человек. Есть случаи, когда на одного человека приходится до 20 займов в микрофинансовых организациях. Затем, чтобы хоть как-то выбраться из этой кабалы, люди вынуждены вновь и вновь обращаться к банкам за новыми кредитами, чтобы закрыть предыдущие. Таких примеров немало. И тут напрашивается вопрос, как банки выдают такие кредиты, зная, что еще не закрыты прежние. В Казахстане высочайшая базовая ставка, из-за чего повышается процент по кредитам. Если обратиться к статданным, то мы в настоящее время конкурируем с банками ГАНы, Венесуэлы и Аргентины. Тогда как банковские ставки в других странах начинаются с полпроцента. И эта статистика только по потребительским кредитам. Но ипотечные кредиты в Казахстане тоже очень дорогие. А в развитых странах ипотека начинается с одного процента. Но власти не хотят понижать базовую ставку. Финансисты предлагают лишь ограничить потолок суммы займа. В этой связи, как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительских кредитов, агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита. Но это полумеры, полагают независимые экономисты. Но как же тогда выйти из долговой ямы? Эксперты говорят, что нужно прекратить жить непосредством. Ведь из-за кредитов люди тратят больше, чем зарабатывают. И второе, увеличить доходы. Это корень проблемы. Бизнесмен – это же штучный товар, честно говоря. Бизнесменам стать очень тяжело. Мы говорим о том, чтобы совершенствовать навыки людей. Навык от корма, навык содержания молочного скота, типичное хозяйство, усадебно-придомный земельный участок, на котором можно зарабатывать. Мы больше об этом говорим. Потом, организация кооперации. Потому что люди, которые сами берут кредиты, они в основном через некоторое время проваливаются, потому что у него нет сбыта. Он не научился калибровать, промывать по требованиям сетей, готовить продукты. Поэтому сейчас Аула Моната программа подразумевает кооперацию. И в рамках программы Аула Моната выдается кредитование по 2,5%. Я думаю, ниже процентов нет сейчас. Есть еще один выход из ситуации – объявить себя банкротом. Казахстанцы уже подали более 68 тысяч заявлений на оформление банкротства. На сегодня банкротами признаны около 5,5 тысяч граждан на сумму долга более чем 8 миллиардов тенге. То есть обанкротиться разрешили далеко не все. Эксперты предупреждают, что все это плохо для экономики. Ведь если люди закредитованы, то они меньше тратят. Если меньше тратят денег, то покупают меньше товаров и услуг. От этого страдает малый и средний бизнес. Вот так по цепочке ситуация в экономике начнет ухудшаться.